Наверное, не человека трудоспособного возраста, который не знал бы про закон о тунеядстве в Беларуси в последнее время. Достаточно часто приходится слышать краем уха его обсуждения с самыми разными людьми. Мы обратились за разъяснениями в инспекцию по налогам и сборам Московского района. Наш разговор с начальником отдела консультации прошел достаточно насыщенно. Инна Лялюк подчеркнула, декрет есть и то, что он предполагает, необходимо выполнять. Данный нормативный документ предполагает уплату сбора на финансирование государственных расходов. Хорошо, а когда его заплатить надо? В 2015-м, по-моему, никто не платит. Дело в том, что срок уплаты наступает именно в этом году, но за 2015 год. Последний срок уплаты 15 ноября текущего года. Итак, до какого срока следует заплатить сбор, понятно. Это касается прежде всего тех, кто не участвовал в финансировании госрасходов и участвовавших менее 183 календарных дней в год ушедший. Данный сбор необходимо уплатить и иностранным гражданам, получившим постоянный вид жительства в Беларуси. Инна Николаевна, есть ли какая-либо категория граждан, которые могут воспользоваться определенными льготами? Да, конечно, безусловно. Данным декретом предусмотрена категория граждан, которая освобождена от уплаты данного сбора. А где можно узнать информацию, какие-то люди могут получить какие-то льготы? Непосредственный перечень, который определен данной категории, кто относится к данной категории, расположен на... Его можно непосредственно с ним ознакомиться на нашем сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, налог.гов.бай. Декрет номер 3 предусматривает фиксированные ставки сбора. Они соответствуют базовой величине. А поскольку она составляла в 2015 году 180 тысяч, умножаем на 20, получаем 3 миллиона 600 тысяч рублей. Допустим, такая ситуация. Гражданин Республики Беларусь нигде не работает. Ну, имеет в собственности соответствующее жилье, которое располагается и сдает в аренду на длительный период. Он уплачивает соответствующую сумму подоходного налога, фиксированных суммах. Допустим, данная сумма за 2015 год у него составила... Доход его составил от сдачи в аренду 1,5 миллиона. В связи с тем, что сбор в размере составляет за 2015 год 3 миллиона 600, ему будет необходимо доплатить только разницу. То есть 3 миллиона 600 мы отнимаем 1,5 миллиона и получаем сумму сбора, которую необходимо уплатить в бюджет. Но есть и преференции. Если до 31 мая 2015 года человек самостоятельно уведомит налоговиков о том, что не участвовал в финансировании госрасходов или участвовал частично, менее 183 дней, представить такое уведомление в указанный срок, размер годового сбора будет уменьшен для него на 10% и составит 3 миллиона 240 тысяч рублей. В таком случае сбор нужно уплатить не позже 1 июля.